Виолетта, вот такой вопрос, очень сложный вопрос. Вопрос такой, просто он пришёл частным образом. Семья и девочка, которой 19 лет исполнилось где-то примерно. И вдруг, ну это не часто, нередко точнее бывает, когда некомфортное отношение к своему полу. Бывают люди меняют пол. То есть с чем это может быть связано? Ну вот в данном случае некомфортно этой молодой девушке быть в её женском теле. Это карма? Это карма или это веяние современного нашего общества, когда подменяются полностью какие-то общечеловеческие моральные ценности? Или это всё же карма? У меня встречалось в практике два случая, я попробую объяснить. Здесь, безусловно, кармическая история. Надо смотреть, прежде всего, рот, что там происходило. Про свою кармическую историю моих клиентов, точнее, я могу рассказать следующее. Это был урок любви. То есть в своё время люди, ну скажем так, убили других людей, которые любили друг друга. Ну что-то из темы Ромео и Джилетты. Во втором случае уничтожила свекровь. Там мама тоже пошли все. И, ну, что называется, удавили любовь. Действительно, она была на духовном уровне. Потому что один из людей принадлежал ещё послушникам в церкви. Но не разрешили, в общем, как бы там. С таким ещё элементом. Поэтому здесь они проходили урок любви. То есть это, вы знаете, это такие мезорианцы, когда разница в возрасте, в социальном положении, или в данном случае, ну не в данном вообще, да, по вопросу, смена пола – это кармический урок, несмотря ни на что, несмотря на общественное мнение, которое будет гнобить. Ну, каждый со своей лептой лезет в общую копилку. И ты должен пройти, несмотря ни на что. Даже в таком положении, то есть при смене пола. Этих людей, на самом деле, учат любить. Но я вот с ребятами, у меня было два мальчика, вот как раз работала с ними. У них действительно обидки на женщин. Но поверьте, во всех историях всё начинается с женщинам. Вот как она пошла в Библии со змей, с этим яблоком, вот она так и идёт. Потому что мужчины у нас не берутся ни с Марса, ни с какой-то звезды. Ещё раз повторяю, что их воспитывает женщина. И если любого ребёнка, там, ну раньше воспитывали воспитание, в древние времена занимаются мужчины. Они умели это поставить, потому что именно мужчина отвечает за адаптацию в обществе. Потому что если женщина, она убирает, там, не лезь туда, не ходи сюда, не лезь на дерево, туда не ходи, там, кирпич на голову, туда не ходи. Машина обязательно должна переехать. То есть вот этот ненормальный страх, который блокирует, на самом деле, ребёнка, потому что он не в адеквате, у него весь мир на ладони, он не понимает, что там вообще творится, он, в принципе, любопытный. Не понимает, плохо, хорошо, для него всё в кайф. И она начинает ставить вот эти блоки. Причём ребёнок, он же считывает, находясь в поле матери, он начинает тоже бояться, не понимая ничего, о чём идёт речь. Вот первые страхи, откуда идут. А потом они уже идут в фобии, потому что они не прорабатываются, потому что мама это заложила. Отец скажет, нет, давай вперёд, покажи себя. Лезь на дерево, зато ты в курсе будешь, как оттуда падать или как туда вкарабкиваться. Но зато эти женщины, эти мужчины потом добиваются больших успехов в жизни, в карьере. Они делают деньги, они строят дома, они умеют командовать людьми, они умеют выходить из кризисных ситуаций. И такое количество людей крайне мало как раз у специалистов нашего профиля. Чем больше женщина лезет, чем больше она опекает, чем больше она лезет со своим «я так не делай», я так сказала, и начинает вот эти вот все функции выполнять армейские. Всё, любви нет, значит, будет обязательно патология. Но эта патология, она не взялась не сейчас, скорее всего, она была добита. Просто мама там, наверное, не совсем в адекватном положении. Но мы слишком любим, слишком навязываем ребёнку какие-то моменты. Я уже как-то объясняла, говорю, вы же не станете пихать ребёнку гречневую кашу, если вы её любите, а он её терпеть не может. То есть надо учитывать с самого начала, что хочет, как он идёт, а не вот эти вот грязня, не навязывать своё умение. Чтобы ребёнок не жил вашей жизнью, прежде всего. А там, да, как правило, это вот обиды на мужчин, непроработанные, которые дальше идут, хотела замуж одного, любила одного, там подставила, не ушёл, и вот эти вот вещи набираются. А потом кубарям, конечно, несутся по родовой ветвям, и потом вылазит то, что вылазит. Ну, просто любой случай, он всегда уникален в этом смысле. С кого-то, с кем-то действительно можно проработать и понять, где вот этот счёт, какую кнопку пережать, чтобы вернуть человека вот в состоянии, скажем так, равновесия, да, статус-по, чтобы он уже понимал, где он здесь сейчас, какой пол, что я хочу, какой дорогой идти и так далее. Есть действительно моменты, которые перемыкают, и от этого никуда не уйти, это вот кармическая отработка, чтобы была любовь в любой её форме, но она была. Потому что только любовь будет доказывать о том, что существует высшая духовная связь и отношения. Потому что только любовь проходит века, из века в век. Потому что только это мы понимаем, читая старые какие-то книги. Почему Пенелопа ждала Одиссея, почему существовали Ромео и Джульетта. Поэтому вот эти вот желания, мечты принца на каком-то коне, и уже неважно на каком, и в шалаше рай. А потом начинают претензии, почему там уже не до шалаша, там давая семье большие крупные суммы денег. Я спрашиваю, ну ты же выходила замуж за шалаш. Что ж ты к нему, в общем-то, предъявляешь претензии? То есть это же забывается. Но первоначально эта идея была такой. А первое слово сказанное, это и есть роспись на договоре.